В свое время, делая сюжеты о замалчивании федеральными каналами протестов на Дальнем Востоке, мы обратили внимание на несколько важных деталей. Ну, во-первых, это был действительно народный протест с десятками тысяч людей на улицах. На несанкционированный митинг вышли по разным оценкам от 10 до 32 тысяч человек. А во-вторых, жители Дальнего Востока вышли бунтовать принципиально без российских флагов, предпочитая им флаги своего региона. В толпе я лично не заметил ни одного российского флага, были только флаги Хабаровского края, что говорит о настроениях людей. В Москве тогда этот факт вызвал настоящую истерику, ведь это только на оккупированных территориях Украины официальный Кремль любит покричать про самоопределение и необходимость проводить референдумы. Судьбу должны решать сами люди. Песков рассказал об условиях проведения референдума в Донбассе. В недалеком будущем жители освобожденной территории, нет сомнения, определятся на референдумах, как им жить дальше. Но когда ровно то же самое происходит в России... Я свободный человек в своей стране, и мы имеем право на свой голос. Все говорящие головы Востанкина, разбрасывая сопли и слюни, требуют начать арест и ввести на Дальний Восток Росгвардию из других регионов. Почему их не арестовывают? Жутко рассосется? Нет, хватит на это смотреть сквозь пальцы. Впрочем, для жителей того же Хабаровска и Владивостока такое отношение Кремля давно не новость. Здесь давно и открыто не любят Москву. Москва уже окончательно допекла здесь. Освободить нас от рабства, всем москвичам отсюда уехать, оставить нас в покое. Мы Дальний Восток, это наша земля. Обвиняя власти в разграблении региона. Наши земли распродают направо-налево. Москва все решает. Местные часто говорят, что жить сейчас на Дальнем Востоке так же приятно, как ехать в плацкарте из Калининграда во Владивосток. В смысле, дорого и неудобно. И это одна из причин, почему люди там по 25 и старшие уезжают из Владивостока в том числе. Разница в том, что из вонючего плацкарта ты рано или поздно выйдешь. А вот от разрухи и неудобств в реальной жизни избавиться не получается годами. В это сложно поверить, но несмотря на природное богатство и океан полной рыбы рядом, с работой в Приморье огромные проблемы. Многие местные жители остались без работы и стали выживать за счет рыбалки, охоты. Квоты на вылов крабов и рыбы оставили такими, чтобы местные не умерли с голоду. Сегодня лимит для одного члена общины равен лимиту для личного потребления. О каком-то заработке и продаже речь вообще не идет. Теперь коренные жители не смогут ловить рыбу на продажу. Весь рыбный бизнес с многомиллиардной прибылью контролируют люди с Запада. И речь сейчас не о Берлине или Париже. Западом жители Дальнего Востока чаще всего называют Москву, сравнивая москвичей с саранчой. Москва действует хуже саранчи. Они прилетели, выпилили, сняли и улетели. Так вот, пока саранча зарабатывает на рыбе, предел мечтаний местных устроится хотя бы на один из перерабатывающих заводов. Платят там немного. Стандартная зарплата в Приморье в районе 25 тысяч рублей. Не соотношение зарплаты с ценами. 25 тысяч рублей с нашими ценами, ну это мало очень. С учетом дальневосточных цен и коммуналки это копейки. Хватает их в лучшем случае на еду. А вот, например, с ремонтом все куда сложнее. Потолок просто может рухнуть. Вон тут как прогнулось. Подоконник сгнил, мы вот тут вот замуровали. Окно вообще чуть не вываливалось. Замуровали сами. Накопить на новое жилье с такими зарплатами фактически нереально. А ремонтировать бараки, в которых по-прежнему живут десятки тысяч людей, бесполезно. Бараки до сих пор стоят деревянные. Центр города. О! Обычные люди вот так живут. Кремль ни при чем. Пиндосы проклятые ракетами дома развалили. Горько шутят местные. Вот сюда точно прилетела американская ракета, которую по Хабаровску запустил, наверное, Трамп или Обама. Причем коварные американцы настолько постарались, что на отдельных бараках висит табличка с просьбой не хлопать дверью. Иначе целый дом в сверхдержаве может развалиться. Дверью не хлопать, а может все рушиться. Большинство бараков давно признано аварийными. Здесь рушатся стены, кругом плесень, но главная проблема – отсутствие канализации. Девянные какие-то кривые косые старые домики, где во дворах люди сушат белье, где там на улицах туалеты, все заросло. Канализация сливается прямо в подвалы. На первых этажах никто не живет. Из удобств в таких супердомах разве что телевизор, глядя которой люди, чей туалет 20 лет подряд проходит в компании с ведром, могут узнать о величии страны. Экономических прорывах. Российская экономика растет ускоренными темпами. Мы сможем обойти и Германию, и Индонезию. О том, что рубль после всех западных санкций только крепчает. Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется. И, наконец, самое главное – сколько их щедрая родина выделила денег на строительство русского мира за бугром. Россия вложит 850 миллионов евро в восстановление сирийской инфраструктуры. Оно и понятно – Сирии, Кубе, Луганску с Донецком деньги, заработанные в том числе и в Приморье, явно нужнее, чем гражданам России. Вы будете смеяться, но Путин заставил нищих жителей Приморья еще и шефство взять над одним из городов Донбасса. Десятки регионов РФ взяли шефство над городами ДНР. Свердловская область поучаствует в работах в Макеевке, Приморье – в городе Торезин. Хотя кто бы шефство над Приморьем взял? Ведь к разваленным баракам за всю жизнь ни одного гум-конвоя не было. Вон дом, вон рука. Хотя здесь тоже хватало проблемы разрушений. Пусть и не из-за войны, а из-за природных катаклизмов. Частое наводнение, например, подтапливали дома и полностью уничтожали урожай. Ну а что ж Москва? А сейчас вот вам мужик расскажет, как невероятно им помогли. Ну по 10 тысяч дали на этот, за урожай все. Загибили урожай? Да. Вот тебе, Ваня, 10 тысяч деревянных ни в чем все не отказывают. Стоит ли удивляться, что даже те, кто не ездит в Хабаровск на протесты, считают, что своей стране они не нужны? Никого ничего не интересует. Мы, по-моему, здесь нужны, как это самое. Отмирающий класс. И ситуация в Приморье на сегодняшний день действительно патовая. Ведь если раньше доведенные до ручки люди могли плюнуть на государстве и уехать в глухую тайгу и подбить денег на древесине и кедровых шишках... За ценную древесину всегда хорошо платили, особенно соседи японцы. То она сейчас, лавочка давно закрыта. Причина проста. Чтобы собирать на продажу в тот же Китай кедровые шишки, нужно что? Верно. Кедры. А их давным-давно распилили и продали, оставив целые поселки, занимавшиеся лесозаготовкой без работы. Все запасы кедровой сосны вокруг истребили. Работы в поселках почти нет. В каждом только по магазину и по маленькой школе. Теперь, чтобы как-то прокормить семьи, местные жители едут работать на вахту в другие регионы. Поселки постепенно пустеют и вымирают в школах по несколько учеников на класс. У девятого класса Далминской школы проверочная работа по истории. В аудитории всего два ученика. Изменить жизнь этих людей могла бы федеральная трасса «Восток». Отставные военные и бывшие лесорубы в случае запуска трассы могли бы открыть придорожные магазины или кафе. Ну, устроиться на новые заправки. Чтобы достроили трассу «Восток». Тогда бы проезжающие мимо машины стали бы надежным источником дохода. Но проект, начатый еще в 2002 году, на сегодня заморожен. И сейчас вот вам местный мужик объяснит, почему. Конфликт в Сирии, куда мы вынуждены были зайти, повлиял. Не до русских сейчас начальству. Всем в мире помогать надо. Крымский мост. О, это же важное дело. Вот на него у всех регионов денежку и забрали. Присоединение Крыма к государственному бюджету тоже стоило немалых денег. Пока что восстанавливают эту всю инфраструктуру. Донбасс, Луганск. Все это, конечно, отвлекает. А на дорогу жизни из Хабаровска до находки средств нет. С 2017 года строительство больше не ведется. Строительство новых участков автодороги заморожено. Перспективы возобновления строительства не ясны. Да и правильно, на русских же пиара не сделаешь. Жили плохо, нефига начинать. Лучше вот с ноля Мариуполь восстановим. Людям негде работать. У нас все поселки сразу порушились. Уже ничего не поменяется. Это уже все. Это вот как вот машина. Ремонтируй, ремонтируй, она уже все равно развалилась. Так и государство наше. Доходит до того, что местные больше верят, что дорогу достроят китайцы. Наибольший интерес у китайских инвесторов вызывают инфраструктурные проекты. И вот парадокс. Пока в Кремле строят русский мир, где-то там, упорно не замечая проблем россиян, в самой России строится мир китайский. Многие на Дальнем Востоке верят в Пекин больше, чем в Москву. И хотя китайских флагов на акциях протеста еще нет, но и флагов России тоже уже не видно. И при таком раскладе есть все шансы, что любители поддержать ДНР и отжать Херсон с Мелитополем получат бумерангом прямо по лбу.